Как в советское время наговорили, кадры решают все. Развитие института государственной муниципальной службы – главная тема встречи. Новый подходы профессорско-преподавательский состав РАНХИКС обсудил совместно с представителями власти. Самая главная проблема в том, что на сегодняшний день кадр-резерв не работает. Он сформирован на формальных принципах. Вот если органы власти на это внимание обратятся, что кадр-резерв, собственно говоря, это им в помощь. Первоочередная задача – развитие института государственной муниципальной службы в регионах. Оттого и география участников конференции широка – от соседнего Брянска до Санкт-Петербурга. Сегодня стоит задача развития, в чем стоит очень остро. Все это в непростых условиях изменения вообще мировой парадигмы по взаимодействию держав, экономик. И очень важно мнение ученых, мнение практиков из разных регионов нашей страны. Необходимо некоторые, так скажем, изменить привычные подходы к государственному управлению, муниципальному управлению. Об этом говорится сегодня на, так скажем, самом высоком уровне. Руководство к действию – указ президента об основных направлениях развития государственной гражданской службы на 2016-2018 годы. Векторы работы – определение эффективного механизма подбора кадров, повышение престижа, профессиональное развитие. Прежде всего, конкурса, работы с кадровым резервом, ротации кадров, наставничество в органах власти управления. Качественное проведение требуют испытательные процедуры. Не госслужба, а именно служащий – ключевой элемент и основной потенциал. Так построена стратегия. Перспективы развития госслужбы на ближайшие годы и выполнения этих задач на практике решено было обсудить детально в рамках президиума Совета директоров. Значительная часть в этом дорожной карте отводится Академия России, Академия Родного хозяйства и государственной службы. То есть мы являемся одними из основных исполнителей данного указа президента. Мы это проводим в преддверии приезда президента в нашу Академию Москвы, которая также будет по дальнейшему выполнению и исполнению данного указа. Разработка нормативных правовых основ будет завершена до конца года. Это и станет рычагом для запуска новых принципов кадровой политики и технологий работы штата на гражданской службе, которые уже в следующем году будут внедрены и проверены на деле. Подготовлен целый ряд мер, связанных с повышением эффективности отбора на государственные службы, оценки, эффективности деятельности государственных служащих, будет изменена система аттестации. Эффект частичных улучшений мы почувствуем. Но чтобы эти улучшения стали системными, необходима, конечно, дополнительная серьезная работа.